Здравствуйте, уважаемые нумизматы! Перед вами игра пятнашки 3х3 Сделал недавно, примерно в том году разрабатывал Сделал, так развлекаюсь То есть у меня есть много подобных интересных игрушек Смотрите, цель данной игры состоит в том, чтобы собрать все номиналы по порядку Здесь представлены советские монетки Копеечка, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 На поле 3х3 вмещается у нас 8 монеток 8 фишечек И, соответственно, сначала запутав игру, вы можете потом ее собрать, предположим То есть собираете по порядку, чтобы была вот такая последовательность и такой порядок Я думаю, что для ребенка это достаточно интересная будет игра Потому что она, во-первых, развивает внимание и так далее Но у нас сейчас есть только пробные экземпляры данной игры И вот все встает вопрос А стоит ли делать какой-то массовый тираж Или ограничиться небольшим количеством для наших киосков по продаже монет Естественно, будет не такой вариант игры Будет промышленный вариант, такой более интересный Более практически правильно сделанный Ну, теперь давайте, чтобы посмотрим еще Следующий вариант игры Это пятнашки 4х4 Ну, это вообще мой первый вариант Первый мой экземпляр Который еще сделал давным-давно То есть это первая моя игра Которую я сделал Собственно говоря Это вообще такие фишечки Выточенные вручную, можно так сказать Игра Сейчас, секундочку Я немножко тут Трегулирую Игра начинается На поле 4х4 с копеечки И до 50 рублей Все номиналы выстроены по порядку Сначала идут 1, 2, 3, 5 копеек Потом 10, 15, 20, 50 копеек Потом рубль Уже ГКЧПшный вы видите рубль Двушку я смог взять только нашу российскую Потому что во времена СССР и РФ не было двухрублевых монет Дальше 5 рублев ГКЧПшный И, точнее, 92-93 периода И десятка железная Двадцатка тоже не железная А никелевая Ну, полтинник, металлические соточка Ну, собственно говоря Здесь вообще представлены Практически все номиналы монет Начиная с советских времен По современную Россию То есть больше этих номиналов не было Других номиналов Единственное, что недавно появился Вот во время Сочи Номинал 25 рублей Последний раз он использовался Еще в царские времена Ну, давайте посмотрим Тут, на самом деле, все очень просто Все фишечки у нас на магнитиках И тут поле такое тоже Как бы не идеальное Но, тем не менее, рабочее То есть это моя первая игра Извиняюсь за то, что Может быть, как-то все непрофессионально сделано Вот, но вот тоже встает вопрос Стоит ли что-то подобное делать Для массы употребления Может быть, там в красивом цвете Там промышленным образом и так далее Также мы делали сначала стенды Ужасные, ужасные стенды Делали первые Сейчас у нас стенды уже более профессиональные Для продажи монет Также вот эти игры Я вот думаю Стоит ли нам, компании Русская Монета Заниматься индустрией игр На основе монет Что-то придумывать, разрабатывать Ну, жду ваших комментариев Под видео Оценивайте И вместе с вами Я думаю, что-то подобное Какую-то линейку игр Монетных Мы будем разрабатывать Если вы будете голосовать За то, что Да, это нужно Да, делайте Это полезно В общем, жду ваших комментариев С вами был Дмитрий Из компании Русская Монета Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому